Первое, чему учат начинающих журналистов, это пять основных вопросов, или, как их еще называют, пять дубль В. Но я помню эти вопросы не из лекций по журналистике, а из детского стихотворения Редьярда нашего Киплинга. Есть у меня шестерка слуг, проворных, удалых. И все, что вижу я вокруг, все знаю я от них. Они по знаку моему являются в нужде. Зовут их как? И почему? Кто? Что? Когда? И где? Я по морям и по лесам гоняю верных слуг. Потом работаю я сам, а им даю досуг. Но у меня есть милый друг, особо юных лет. Ей служат сотни тысяч слуг, и всем покоя нет. Она гоняет, как собак, в ненастье, дождь и тьму. Пять тысяч где? Семь тысяч как? Сто тысяч почему? Как вы видите, эти вопросы не связаны именно с журналистикой. Это просто вопросы детской любознательности. Если вы искренне интересуетесь тем, что происходит вокруг, вы эти вопросы задаете. Кто это придумал? Что происходит? Где это случилось? Когда будет открытие? Зачем все поменяли? В мире постоянно что-то происходит. Но ваши зрители, пользователи, слушатели, читатели, они не в состоянии отследить все эти изменения. Они заняты своими делами, у них свои профессии. И поэтому общество делегировало вот эту задачу, отслеживать, что важного случается, и на что нужно обратить внимание. Вот эту задачу поручили такой профессии, как журналист. Собственно, в этом и есть ваша роль. Ваша задача – отслеживать важные изменения в жизни людей и искать достоверные ответы на вопросы. Что произойдет? Кто за что отвечает? Когда изменения вступят в силу? Где я могу найти помощь и поддержку? И как я могу всего этого избежать? Журналисту, неважно, будете вы работать в информационной журналистике, в аналитической, или писать человеческие истории, вам нужно научиться смотреть на все происходящее в мире через призму этих вопросов. Попадаете ли вы в какую-то ситуацию сложную или копаете тему? Всегда смотрите, кто что делает, какой результат получается, когда что произошло, где распространилось то или иное явление, зачем люди это делают, как у них все это получается. Как только вы набираете вот этот вот сырой материал, у вас уже появляется фактура для вашего материала. И это влияет на то, как журналисты разговаривают, как люди думают, как они пишут свои материалы. Есть такое упражнение Чака Паланенко, когда он рекомендует всем сценаристам, кто пишет сценарий для кино и для сериалов, он говорит, «Поживите шесть месяцев, не употребляя ни одного прилагательного, употребляя только существительные и глаголы». Это заставляет вас смотреть на мир как результат действий людей. Это очень журналистский навык. Вы не говорите «Ой, красивое здание» или вы не говорите «Ой, какой интересный был спектакль». Вы описываете все, что происходит в мире через кто, что, когда, где, зачем сделал. И это является основой ваших материалов. В описании к этому ролику вы найдете PDF. Там есть упражнения, которые помогут вам освоить метод «Пяти вопросов». И вы научитесь и находить эти вопросы в текстах, и писать свои информационные сообщения. И обязательно делитесь в комментариях своим опытом освоения этого метода. Сила Медиа Путешествия по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...